Всем доброго времени суток. Сегодня выкладываю свой третий видеоотчет о той работе, которую я провел с нами, со мной и моим ребенком Давид. Хочу отметить тот момент, что Давид работает с нами уже фактически целый год. За этот год, конечно, с нами произошли колоссальные изменения. Прежде всего, эти изменения я вижу в самой себе. Чего только стоило Давиду вывести меня из состояния глубочайшей депрессии, в которой я пребывала в связи с некоторыми моментами в моей жизни. За что ему огромное спасибо. Теперь о тех изменениях, которые произошли с моим ребенком за этот год. Что я хочу отметить. Изначально, когда мы начинали с Давидом общаться, мы с ним составляли небольшой список тех проблем, которые я хотела бы исправить. Которые я хотела бы изменить. Их набралось ни много, ни мало. Фактически 10 штук. Самых таких важных, самых глобальных. И я могу сказать, что большинство из них, конечно же, разрешились. Во-первых, конечно же, речь. Она у нас появилась. Как бы то ни было, она у нас появилась. Она у нас есть. Мы понимаем своего ребенка. Пусть худо-бедно, как может, когда не может. Но он говорит. Мы понимаем то, что он хочет до нас донести. Ребенок ожил. Ребенок стал значительно активнее. Он стал проявлять и инициативу. И стал проявлять свою заинтересованность в каком-то виде деятельности, в котором ему хотелось бы, например, себя проявить. Будто это рисование, конструирование, возможно, это занятие с пластилина. То есть он сам обращается к нас с просьбами. И мы непосредственно организуем ему занятие. Хочу еще отметить такой момент, что у нас были проблемы с туалетом, с гигиеническими навыками. Также эта проблема у нас решена фактически. То есть сейчас мы ее закрепляем и оттачиваем, собственно говоря, до совершенствования этот момент. Но мы продолжаем и это, собственно говоря, все делаем. Работа идет. Еще хочу отметить я тот момент, что Артем у меня ходит в детский сад. Ходит он в детский сад самый обыкновенный. Остается он там на целый день. И как бы проблема у нас с тем, что он посещает детский сад, как он там себя ведет. Педагоги и няня хвалят его, отмечают то, что он помогает. Накрывает, например, на стол, помогает убирать игрушки. Помогает одеваться другим ребятам. То есть непосредственно такие моменты, что он сам проявляет инициативу. Больше стал интересоваться. Он участвует в занятиях. Если раньше он мог убегать куда-то, то есть игнорировать какие-то занятия. Сейчас он, как все ребятишки, если, например, ставят стульчики в круг, значит и он тоже у нас ставит стульчик, например, в круг. Если они слушают сказку, то он тоже слушает сказку. Не где-то там на периферии, а вместе со всеми ребятами. Старается участвовать в занятиях. Это очень хорошо и замечательно. Также отмечает наши успехи и логопед, с которым мы занимаемся. Сейчас получился такой момент, что наш предыдущий педагог по семейным обстоятельствам не смог сами продолжить заниматься. И на смену него пришел другой. И как бы у нас тоже был адаптационный период к этому человеку, мы привыкали. Но тем не менее, сейчас все отлично. И она также отмечает наши успехи, что в принципе не может нас не радовать. Также я хочу отметить тот момент, что у нас были проблемы с питанием. Сейчас они постепенно-постепенно также налаживаются. Это тоже прям большой-большой плюс, потому что проблемы с питанием, с туалетом. Многие мамы знают и меня поймут о том, что это прям, ну, очень серьезно. Очень серьезно. Если, например, какое-то общественное место, не дай бог, и ребенок в принципе не может себя обслужить, то это, конечно, тяжело. Очень тяжело. Сейчас у нас эти проблемы фактически сошли на нет. То есть их фактически, да, они были, они были очень серьезны. Им очень долго боролись, бились с этими темами. Но они разрешились. Это большой-большой плюс. Я хочу сказать за все, за это, конечно же, огромное спасибо Давиду. Потому что если бы не было его, не было бы его поддержки в нужный момент, в нужную минуту, я думаю, что многих бы моментов у нас в принципе бы не было. Поэтому спасибо вам большое за внимание, за понимание, за поддержку, за хорошие, добрые слова. Пускай все у вас будет хорошо.